Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях две мои приятельницы и коллеги, замечательные преподаватели РКИ Катя и Иза. Для начала расскажите, пожалуйста, пару слов о себе для наших зрителей. Иза, давай сюда начнём. Почему сразу с меня? Ну что, уже сказали, меня зовут Иза, я работаю преподавателем русского уже, наверное, около девяти лет. Я работала в Москве, работала в университете, в частных языковых школах, и где мы с Машей познакомились, мы познакомились с ней в магистратуре по РКИ, мы вместе учились. И потом, соответственно, вот мы обе связали свою жизнь с преподаванием языка, и где-то, наверное, три года назад я переехала в Штаты работать. Сначала меня пригласили работать на год, потом я осталась чуть дольше, вот это уже мой третий год в Штатах. Я работаю здесь в колледже в Пенсильвании, преподаю всё, всё, что связано с русским языком, на русском языке, все уровни. И да, надеюсь, что будет интересное видео. Слушайте, смотрите Машу. На всякий случай я скажу, что Маша — это я, потому что, думаю, что большинство зрителей знает меня как Марию, да, но Мария и Маша — это одно и то же, поэтому Маша — это я. Не могла бы сразу сказать, я бы включала Марию. Не, не надо, не надо. Это было бы непривычно. Да, спасибо, Иза. Катя, пожалуйста. Да, меня зовут Катя. Я преподаю русский язык как иностранный уже, ой, ну, наверное, лет 18 и 12 лет. Я преподаю его в Америке. Я преподаю его в Государственном университете. Мне это очень нравится делать, потому что не только ты преподаешь язык, культуру свою, но ты много узнаешь о своей же культуре, о своем языке, потому что ты смотришь на мир другими глазами, глазами своих студентов. И Машу я знаю, потому что мы привозили группу студентов в Москву, и Маша была нашим преподавателем. И Маша очень нравилась нашим студентам. Они на сих пор с восторгом вспоминают ее уроки. И так что, если вы являетесь Машиным студентом или слушателем, я думаю, что вы уже хорошо оценили качество Машиной работы. Большое спасибо, очень приятно. Ну, как вы поняли, мы собрались похвалить Машу, друзья. Да, именно поэтому я сегодня вас и пригласила. Ну, нет, ладно, да, я на самом деле пригласила Катю и Изу сегодня, потому что мы собираемся обсудить очень интересную тему. Как вы уже поняли, и Катя, и Иза живут и работают в США сейчас. И у меня тоже был опыт работы с американцами. И, конечно, у нас у всех троих был большой опыт жизни, работы, общения и так далее в России. Поэтому сегодня я хочу поговорить о разнице культур, менталитетов и конкретно обсудить коллективизм и индивидуализм. Я буквально пару слов для наших зрителей, для тех, кто не знает. Когда мы сравниваем культуру, коллективизм и индивидуализм – это такая базовая оппозиция. Все о ней пишут, и считается, что в коллективистских культурах для человека важно чувствовать себя частью группы, частью коллектива, и его поведение, его интересы зависят от интересов этой группы. В индивидуализме, наоборот, для человека важны его личные интересы. И в любой статье на эту тему классическим примером индивидуализма будет США, а классическим примером коллективизма будут восточные культуры – Китай, Япония, ну и Россию тоже обычно относят к коллективистским культурам. В теории все вот так, если кратко, все понятно. Я хотела обсудить сегодня это на практике, на нашем реальном опыте, на реальных ситуациях и на примерах. Вообще, как в реальной жизни это проявляется, и проявляется ли вообще, актуально ли вообще говорить об этом сегодня. В общем, и хочу сказать, что это будет абсолютно спонтанная дискуссия, ненаучная дискуссия, мы не претендуем на какую-то научную точность, никто из нас не писал диссертацию на эту тему. Поэтому просто разговор для вас, надеюсь, что будет интересно. Ну что, давайте начнем сразу с примеров. Вот я, например, никогда не была в США, хоть и работала с американцами, никогда не была в США, никогда не жила там. Мне вот интересно для вас, когда вы только переехали, или вот в первое время в США, какие ситуации вам запомнились, когда вы были удивлены, или произошло какое-то недопонимание, вот именно на этой почве, что вот вы думаете, это связано с коллективизмом, индивидуализмом? Было такое что-нибудь, помните? Наверное, Катя, потому что у Кати опыт жизни в США. Катя, не 12 лет, а 13, потому что в прошлом году я тебя спрашивала про твой опыт работы в РКИ, ты сказала, я работаю 12 лет в Штатах, значит, сейчас уже 13. Ну, значит, 13. Я бы сказала, не знаю, надо подумать, какие ситуации были, но что мне сразу бросилось в глаза, это что каждый человек, как сказать, стоит индивидуально на своих ногах, так сказать, потому что, например, в России ты чувствуешь, ну, как сказать, в воздухе, не в воздухе, что рядом с тобой находятся люди, здесь, конечно, тоже это чувствуешь, но каждый представляет собой себя, каждый очень ненамеренно, но показывает свою индивидуальность, то есть я вижу, что это отдельный человек, конечно, он член социума, общество никак не выкинешь отсюда, но он один, у него свои интересы, и вокруг него есть, конечно, дистанция какая-то определенная, которая уважается и соблюдается, и да, он сам по себе, в хорошем смысле слова. Индивидуализм абсолютно, мне кажется, не значит, что я эгоист, и я не думаю о других, нет, это просто другая, другое измерение, так сказать, жизни, и, наверное, если я сравниваю по своим знакомым здесь, моим российским, русскоговорящим знакомым, более возможны какие-то спонтанные ситуации, когда кто-то мне позвонит ночью, в дверь не постучится, но вот какие-то такие взаимодействия, необычное время, например, или по каким-то вопросам таким, которые другие могут решить самостоятельно, это более видно. То есть в США могут позвонить ночью, это правильно? Нет, я бы сказала русскоговорящие. Вот, да, я как раз тоже удивилась, но это наша больше такая привычка. А американцы будут больше уважать твое собственное время, твое место, твой, так сказать, шар в хорошем смысле слова. То есть такое уважение о границе в индивидуализме. Да, уважение о границе. Хорошо. Да, я хотела бы, наверное, вот Катю поддержать в этом, потому что я это вижу по своим студентам и по динамике в группе, вот именно выделение какого-то человека как личности, самостоятельной, независимой, и вот такая негибкость в отношении уступки. То есть если у меня есть другое мнение, то неважно, сколько человек в группе говорит, что я неверно смотрю на мир. Неважно мне. У меня есть свой взгляд, я его придерживаюсь, я буду отстаивать эту позицию, несмотря ни на что. И насколько помню, когда я была студентом в России, то это было так, ну, может быть, у меня другое мнение, но, может быть, мне не стоит его говорить так открыто. Или, ну да-да-да, вы правы. Вот, то есть очень быстро люди сдаются, когда видят напор большинства. Здесь не такая ситуация, то есть человек будет говорить, что, ну что, ну хорошо, у вас такое мнение, у меня есть другое, и никто его не будет за это там закидывать помидорами или говорить, что ты не прав, ты не прав. Нет, такого нет. То есть меньше конформизма, да? Как это называется, по-моему, да? Особенно, мне кажется, в школах это, в школьном возрасте очень сильно проявляется, по крайней мере, вот в России. Мне кажется, в школе вообще иногда страшно сказать что-то, с чем не согласны другие дети. А я еще хочу добавить пример. Ты сказала про школу. Вот я когда думала на тему нашей встречи, это, конечно, совпадает еще с другими разными категориями, но, например, дать списать. Конечно, это тоже вовлекается категорией честности и всего такого, но, допустим, в России я не дам списать, на меня посмотрят косо, почему я отделилась от коллектива. А здесь не дать списать, это дать человеку самостоятельность и учиться на своих ошибках. Да, кстати, с этим тоже согласна. Я помню, когда... Ну вот сейчас не о американцах, а о британцах, скорее скажу, но эта культура тоже индивидуалистическая, поэтому подойдет. Я помню, меня очень удивило с британскими студентами, когда во время теста... Тест был по грамматике, конечно, довольно сложно. Я знала, что все умнички, все хорошо учились, все старались, но, конечно, есть какие-то вопросы с подковыркой. И я вышла, как все делают русские преподаватели добрые, выходят во время теста, что если что, у студента есть шанс посмотреть в книгу, что-то проверить. И, знаете, такая типичная картина в российской школе или в российском университете, если преподаватель возвращается и все так быстро-быстро по классу проходят шум, все закрывают книги и садятся, как были, я захожу обратно в группу. Ничего не изменилось. Все сидят, как сидели, все проверяют свои знания. И сейчас меня это уже не удивляет, но вот первый год, во время первого года работы я была удивлена. Думаю, никто не воспользовался шансом проверить себя, списать, посмотреть что-то. Я не была бы так сильно уверена по поводу американцев. Да, вот это скажи, не знаю. Поправь меня. Но есть у нас такие, есть у нас такие. Это меняется, меняется. Меняется, да. Вот, кстати, это тоже, я думаю, чуть попозже, может быть, обсудим насчёт того, как меняется. На это всё. Я хотела привести свой любимый пример насчёт как раз индивидуализма, коллективизма. Я работала в американской организации. У нас, соответственно, в коллективе были русские и американцы. И были, понятно, правила насчёт пожарной эвакуации или пожарная тревога. И все, конечно, знали эти правила на сто процентов. У всех были одинаковые инструкции. Вы слышите пожарную сигнализацию, и вы сразу же бросаетесь на выход. Как можно быстрее. И было очень смешно наблюдать. Потому что каждый раз, когда звучала сигнализация, как вели себя американцы? Звучит сигнализация. Они просто встали с места и пошли на выход. Потому что такая инструкция, они знают, что делать, они отвечают за себя. Как вели себя русские? Я думаю, вы можете себе представить. Звучит сигнализация. Так, а что делают другие? А вы слышали сигнализацию? А вы идёте? А вы идёте или остаётесь? А, вы идёте? А вы нет? А, ну давайте пойдём вместе. То есть все как-то пытаются коллективно решить, кто идёт, кто не идёт, надо или не надо. Это, мне кажется, тоже очень яркий пример. Потому что как-то никто из русских не встал и не пошёл на выход, как делали американцы. У меня была точно такая же ситуация. Только с моим мужем мы ездили отдыхать, остановились в гостинице, и там в середине ночи прозвучала пожарная сигнальная тревога. Ну что делает мой муж-американец? Он собирает вещи, какие-то там ID, да, там паспорт, какие-то ключи, что-то важное, и собирается уходить. Я лежу, я говорю, я никуда не пойду, я сплю. Вот, он говорит, ну всё, пора уходить. Звучит, я говорю, другие выходят люди? Я спросила сначала про других людей, если они выходят. Если все выходят, он говорит, да, все выходят. И тогда я встала и тоже пошла. Конечно, да, важно, что все выходят. Вот это, я думаю, такое яркое проявление коллективизма. Давайте вот следующий вопрос обсудим. Есть ли индивидуализм в русской культуре? Есть, есть. Но, может быть, он не поощряется, потому что, если ты, например, выскочка, в хорошем смысле слова, тогда на тебя могут посмотреть косо. Но, мне кажется, сейчас это сильно меняется, потому что меняется образ жизни, возможностей. И если человек может и может транслировать, что он не такой, как в сети, наверное, это ярче его видно, не знаю, в шоу-бизнесе или в социальных сетях, тогда, ну, конечно, хейтеры будут, но многие сейчас, мне кажется, посмотрят как на пример для подражания и будут уважать его. Да, согласна. Мне кажется, это тенденция, ну, по крайней мере, меня это очень радует, потому что я, опять же-таки, вспоминаю травмирующее детство из школы, когда действительно, если ты отличался там, не знаю, ну, хоть чем-нибудь отличался, любой критерий, твоя национальность, твой акцент, оценки, не знаю, что-то выделяло тебя из толпы, ты абсолютно сразу же становился, как бы, ну, таким предметом хейта, не всех, но какой-то части группы людей, и никто не будет тебя поддерживать, например, очень часто среди учителей даже, а сейчас надеюсь, что это меняется, хотя я смотрю новости, и не всегда это так положительно меняется, но да, я согласна с Катей, есть у нас, нам нужно работать над этим, развивать. То есть развивать индивидуализм, да? Ну, это очень помогает, это даже вопрос пространства, личного пространства. Опять же таки, вот моя коллега, у неё две дочки, они учатся в американской школе, она рассказывала, что у неё в классе есть такая папочка у каждого студента, которую они могут вот так поставить, а здесь написано на папочке с двух сторон, там что-то, ну, в вежливой форме, не трогайте меня, у меня минута для себя. Да, вот, они могут поставить вот так папочку, и все другие студенты и учитель понимают, что вот в данный момент, там, что-то какое-то вот происходит, время нужно уделить себе, или не трогать в какой-то момент, или не разговаривать, и это нормально. То есть человек может как-то сигнализировать обществу, что я сейчас не для давления, я сейчас не для общения, ну, как-то показать, это очень важно. И мне кажется, коллективизм как раз лишает порой людей возможности просто хотя бы побыть самим собой и дать возможность личности развиваться в рамках своего собственного пространства. Выстроить границы, я знаю, сейчас это очень популярный термин в какой-то такой общей, не знаю, бытовой психологии, которая сейчас очень сильно популяризируется, и я знаю, что многие не умеют выстраивать эти личные границы и показать социуму и людям вокруг тебя, что есть какие-то вещи, которые, допустим, я не хочу обсуждать, или мне нужно время для перерыва. Давайте сейчас обсудим, наверное, ну, для меня это самый интересный, пожалуй, аспект. О коллективизме, индивидуализме знают многие, но, мне кажется, часто как-то неправильно его интерпретируют. Мне кажется, классический пример это, если мы посмотрим на общественный транспорт в России, то мы увидим, что там люди максимально далеко, если пустой, например, автобус, то люди будут садиться далеко друг от друга, там не будут занимать места рядом друг с другом, мы не смотрим друг на друга, не улыбаемся, любимый пример иностранцев. И это может восприниматься, как какой же у вас коллективизм, если вы вот каждый сам по себе. Но это, мне кажется, классический пример неправильной интерпретации, как раз-таки это пример коллективизма, потому что вы не из моего коллектива, вы не из моей группы, и я это активно демонстрирую, не контактируя с вами. Вот ещё давайте обсудим какие-то неправильные интерпретации или, возможно, недопонимания этих терминов. Вот, Изя, я помню, ты говорила, что часто русские неправильно интерпретируют индивидуализм в Америке. Да, ну, наверное, это вот то, что меня тоже удивило, хотя я об этом думала до приезда сюда, и, в принципе, я так читала, не то, чтобы я совсем приехала из темноты абсолютной. Нет, но когда мы, например, там что-то обсуждали с друзьями про поездку в США, то обычно встречаются так, но они там сами по себе, вот они не помогают, ты там не дождёшься никакой помощи. Вот посмотри. На самом деле американцы очень много друг другу помогают и другим людям помогают. И вот это вот представление о том, что там, но каждый сам по себе, это неправда. Здесь очень развита система волонтёрства, помощи другим людям, помощи людям, которые нуждаются в этом. И меня просто это очень приятно удивило, даже в том, вот, например, там мы со знакомыми здесь в Карлеле, мы собирали разные подарки к Рождеству для детей из малоимущих семей. Потом мы собирали недавно там пакеты людям из испаноговорящих семей, которые не владеют английским, там лекарства, наклеивали разные бейджи на испанском языке. То есть здесь с людьми из испанского департамента, зная, что они могут помочь кому-то, они помогают. И я хотела бы, чтобы вот русские люди так не думали больше, что вот всё, приедешь, тебя здесь бросят, и никто не будет никогда никому помогать. Это неправда. То есть помогают, да? Всё нормально с этим. Ну и взаимодействуют. То есть самое главное, люди делают что-то вместе. Люди делают не то, что там каждый вот за свой газон ответственен, и дальше вот своего газона я никуда не пойду. Вот как это выглядит, да? Например, часто в обсуждениях или в разговорах, особенно на нашем телеканале, там первый канал, вот так посмотришь, там вот они, американцы, дальше своего носа не видят ничего. Это неправда. Это правда, да. Я абсолютно согласна с Изой. Очень жалко, что такие стереотипы о людях воспитываются, взращиваются, потому что в Америке чувство комьюнити очень сильно развитое. Там, не знаю, соседи, твои друзья, новый человек, которого ты не знаешь, тоже, возможно, твой друг. То есть не настраиваются против всего нового, не нашего, чужого. Абсолютно не настраиваются. Все готовы принять новое, необычное. Конечно, не все, но тенденция на то, что если ты не такой, если ты новый, если ты не отсюда, все равно ты можешь стать другом, так сказать. А я хочу затронуть такую тему, как наши студенты интерпретируют коллективизм, потому что многие, кто, например, не знает русской истории, они думают, что коллективизм навязан Советским Союзом. То есть коммунизм, коллективизм, корни достаточно молодые, новые, но мы всегда говорим о том, что это... То есть Советский Союз эксплуатировал какие-то такие вещи, там, не знаю, коммунальные квартиры, колхозы, но идея коллектива, не знаю, соборности, все вместе, община, круговая порука, это очень старые идеи. Вот. И я думаю, что важно нашим студентам, которые изучают русскую культуру, русский язык, прояснить этот вопрос, что это связано с СССР, но абсолютно не стопроцентно. Да, спасибо, кстати, что ты сказала об этом, потому что это тоже очень важный момент. Мои студенты часто, я замечаю, вот там в столовой, они тоже сидят, смеются постоянно, им очень весело, и любой человек, которого они так вот более-менее знают, может присоединиться. Если там кто-то кого-то привёл, мне кажется, вот это очень хорошая мысль у Кати была, и я, наверное, её так чуть-чуть хочу развить в такой вывод, что для меня американцы воспринимают каждого нового человека как хорошего человека. То есть априори я вижу, что этот человек, ну вот он новый, мне нужно познакомиться, и потом я уже решу, хочу я с ним общаться или нет, но я, по крайней мере, сделаю этот шаг. А в русской культуре мы часто думаем, а этот человек не из моего коллектива, не из моей группы, я его не знаю. Почему? Почему мне нужно априори думать, что он хороший? Ничего, он не хороший. Мы вот пообщаемся, посмотрим, и потом я решу, насколько этот человек хороший. Я хотела ещё сказать о помощи, да, и вот взаимопомощи, о том, о чём Иза говорила. Мне кажется, что важное отличие, это что в русской культуре помощь часто ожидается априори, так сказать. Например, это, кстати, не мой пример, это одна из моих подруг такое сказала. Она говорит, я вот переехала в Москву, из Сибири также, я переехала в Москву, и каждый раз, когда в Москву едет брат лучшей подруги моей сестры, и ему нужно там что-то из Москвы, мне звонят и говорят, можешь приехать в аэропорт, там вот это что-то ему передать. Это может быть совершенно какая-то мелочь, то есть, что как-то можно организовать там доставку, или найти какой-то другой способ, или даже вообще что-то не очень важное, но ожидается, что ну она же живет в Москве, там мы друг друга знаем, это лучшая подруга брата моей сестры, или что-то такое. И вот она говорит, что вот мне это не нравится, потому что, чтобы приехать в аэропорт в Москве, это же надо там часто, целый час времени, потратить кучу денег на билет, туда-обратно вернуться, это три часа как минимум, то есть целый день вылетает у тебя из жизни. Вот она говорила, что вот в этом я против, я против. Но это ее мнение, я, например, не против того, что у нас есть возможность попросить помощь таким образом, что вот да, там я знаю, знаю там знакомых, знакомых моих знакомых, они могут помочь, и это в принципе не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее, что-то грубое, или что-то невежливое. Не, ну помочь могут, вот, то есть мне кажется, попросить о помощи это везде возможно. Вопрос в том, что у американца, не знаю, Катя, поправь меня, если я не права, у американца не вызовет вообще даже никаких проблем эта ситуация, потому что он просто скажет, все, я не могу. Или она скажет, ну все, я в этот день, к сожалению, не могу, ничего страшного, спасибо, что предложила. А попросить нет проблем, да? Потому что я опять-таки сейчас сужу больше по англичанам, то есть вот, например, у англичан, по моему опыту, есть такое, что это неудобно. То есть я вторгаюсь в личное пространство, что почему я буду просить, если это вообще, ну, не его, ее дело. Нет, попросить, да, попросить можно, это не стыдно ничего, и отказать не стыдно тоже. Услышать отказ воспринимается нормально. Нормальным, и ты привела очень хороший пример, я ненавижу, когда мне говорят, привези мне это, привези мне это. То есть я понимаю, что есть какие-то вещи, которые, конечно, надо привезти, но если это можно заказать по почте или как-то не напрягать другого человека, по-моему, это намного лучше. Я надеюсь, это не будут смотреть те, кто мне нужно привезти, но вот эта вот привычка, ага, ты едешь туда, привези мне это. У меня пример возник, вот буквально недавно я пригласила русскую студентку поговорить со студентами-американцами на тему еды, и они задали ей вопрос, пьет ли она алкоголь, и она сказала, что она пьет, не пьет, но многие говорят, давай за компанию, вот что-то такое, и за компанию пришлось переводить, и у студентов, они сказали, что есть какой-то аналог в английском языке, но я не помню какой, но это значит за компанию, по-моему, в негативном контексте, что тебя склоняют к чему-то, а здесь за компанию как ура, мы будем все вместе, вот такой маленький пример. Тоже пример, кстати, вот есть выражение за компанию, есть в точке ру, а два, не знаю, пользуетесь или нет, и тоже приходится прямо объяснять с примерами. Да, я просто думала, что это я такая, пока вот мы разговариваем, или это свойственно нам всем русским, русскоговорящим, что мы слишком много анализируем и думаем, что о нас подумают другие люди. Обязательно же нужно, чтобы вот другие люди подумали, что мы либо вот так выглядим, либо вот так думаем, либо вот так говорим, либо по этой причине мы это сделали, столько анализа. А в США нет такого анализа? Ну, сколько я обсуждала вот именно ситуации, разные кейсы, которые у меня вызывают проблем. Например, моя проблема, как уйти из гостей вежливо. То есть я никогда не знаю, где эта граница, когда я могу сказать, ну, все, спасибо большое за вечер, я пойду, да. И я как-то поделилась со своей коллегой, американкой этим, и она говорит, а что ты так переживаешь, тебе нужно идти, идти, все, нет никаких проблем, просто иди, почему ты думаешь, что мы что-то подумаем о тебе плохо? Если тебе нужно идти, уходи, все. И я думаю, да, действительно, я сидела 15 минут, придумывала, как мне красиво уйти, потому что я не хочу, я не знаю, задерживаю я людей, не задерживаю, а они говорят, если ты нас задерживаешь, мы скажем. И все, и это так просто, так просто. У меня тоже есть история со временем связанная, тоже удобно, неудобно. Например, когда здесь получаешь приглашение на какое-то мероприятие, всегда обозначено, конечно же, время начала мероприятия, и часто обозначено время конца мероприятия. То есть, допустим, начали в 4, встали в 6 и ушли, и все уйдут в 6, а в России там будут долго прощаться, в 6 не уйдут, там еще придут, кто-то опоздает. И вот эта вот такая регламентированность жизни, опять-таки, мне кажется, связана с уважением чужого времени, чужого пространства, чужого расписания. Вот это тоже важный момент для обсуждения. Это интервью, собеседование по приему на работу, и какие-то вещи, которые в русской культуре, ну, мы же такие, ну, я же не выделяюсь, я не выделяюсь, зачем мне говорить о себе, что это хорошее? Да, себя нахваливать очень трудно. Да, себя нахваливать очень трудно для русских, для русскоговорящих, мне кажется, что это вообще... Здесь же это принято, то есть, чем лучше ты сам... Это не значит, что нужно написать оду себе, да, но нужно уметь презентовать себя. Это в этой культуре очень важно. Первый раз в Новосибирске, оказалось, пошла в метро, и на эскалаторе какая-то бабушка с внуком ехала, и уже при выходе, при съезде с эскалатора, она говорит, подержите моего внука. Я думаю, в Москве я бы в жизни такое не услышала. Я подумала, вот она Сибирь, всё понятно, интересно. Ну, знаете, вот мы всё так позитивно, позитивно, сейчас конец видео, я добавлю капельку дёгтя. Так. Маша, ты потом вставишь этот фразеологизм? Да, обязательно. Все фразеологизмы, слова и выражения будут в специальном PDF-документе, так что заходите по ссылке в описании. Заходите, по ссылке в описании. Мне нравится это. Я просто, Катя сказала про эскалатор, и я сразу подумала, да, вот. Значит, минус индивидуализма, на мой взгляд. Ну, вот, эскалатор, да, справа и слева. Пожалуйста, ребята, послушайте правила, да, справа едут люди, слева, это остаётся для тех, кому нужно срочно пойти, ещё что-то, да. Ну, вот, для меня, например, есть такие простые вещи, которые у американцев, они вот просто вызывают какой-то бум, вот просто, почему я должен это делать, несмотря на то, что там вот большинство вот делает это, это не важно, это не важно. У меня же есть своё мнение. Иногда, иногда это хорошо. Например, аргументация собственного мнения на уроке и по языку. Спасибо, любимые студенты, если вы смотрите это. Но иногда это играет в минус, потому что в какой-то момент нужно... Да, упрямство. То есть нужно просто в какой-то момент послушать правила. Если оно есть, это значит, что кто-то работал, выработал его и предлагает тебе. Я не знаю, от чего это зависит, то есть это, скорее всего, это тоже личные, да, какие-то моменты, кто-то более упрямый, кто-то более гибкий. Но мне кажется, что это может сыграть злую шутку с индивидуалистами. А так прозвучало, как будто ты о наболевшем. То есть есть опыт, да, в США, что тебя вот... Не, ну мы не будем обсуждать никакие политические или... Нет, политику не обсуждаем, Или вакцину, да, мы не будем обсуждать. Не-не-не. Но вывод такой... Да, меньше заморочек. Я думаю, что вывод такой, больше путешествуйте, если есть возможность, да, или если нет возможности путешествовать. Просто старайтесь окружить себя людьми и с разными... с разным жизненным опытом. Это важно. То есть не важно, если нет финансовой возможности путешествовать, если нет каких-то других возможностей. Просто постарайтесь найти в окружении людей, которые обладают другим опытом. Вот. Ну сейчас, кстати, с Zoom и так далее можно общаться свободно, поэтому это плюс. Да, изучение других языков хороший способ понять, что там другие думают, как они живут и так далее. Я думаю, что наша работа тоже такая хорошая прививка против каких-то стереотипов, нетерпимости и так далее. В общем, думаю, что мы закончим на сегодня. Надеюсь, что вам понравилось видео, дорогие зрители. Если да, обязательно пишите комментарии и ставьте лайки. Если вам понравилось, мы запишем ещё подобные видео. Большое спасибо, Катя и Иза, что присоединились к нам сегодня. Спасибо, что пригласила. Подписывайтесь все на Марию Петрову. Отличный контент. Спасибо. Да, спасибо всем. Мы ждём комментарии, мы ждём комментарии, будем читать и потом что, обязательно ждём от Марии Петровой новых видео интересных. Большое спасибо ещё раз и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok